ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛЕ ОЛЕК НЕСТЕРОВ Очень много новостей, хотелось бы их все сказать, но в видео урок я не буду большое вступление делать, но первая хорошая новость для тех, кому надоедают мои разговоры, вот в этом углу появится цифра, да, это цифра времени, с которого начнется тема. Так что можете сразу по этой цифре, то есть на тайм-линии найти время и перейти, понимаете. Вот это одно. Вы спросите, почему у меня такое хорошее настроение, да? Сейчас оно и у вас поднимется. Сегодня мы будем красить Ксантию. Я надеюсь, мы ее не запорим. Еще. Вот видите, вы не подписаны на Залурацию, да? Ну, те, кто подписан, то знают. А кто подписан на Залурацию, тот уже знает, что скоро будет проводиться конкурс. И кто не подписан на Залурацию, только в следующем ролике узнают, что же за конкурс такой. Призовой, между прочим. Что за конкурс такой Олег снова придумал, да? Придумали мы это все вместе на Залурации. Нас уже там больше 450 человек. И немножко еще новости для участников Залурации. Ну, это я по-рации объявлю. Еще один канал я делаю. Еще один канал я делаю похожий. То есть мой подканал будет. Для того, чтобы все-таки много автомобилистов собралось. И кто-то о двигателях говорит, кто-то о покраске, кто-то еще что-то. Кто-то о своем хочет поболтать. То есть, чтобы в личку не лазить, вот это не геморройничать. Я сделаю еще один подканальчик. У вас будет рядом два канала стоять. Хотите пообщаться? Хоп, на тот канал и все дела. Никому не мешаем, общаемся. И вам приятно, и вы никому не мешаете. Короче, все здорово. У Олега всегда все здорово. И дальше будет все здорово. Мы много чего придумали. О новостях я вам расскажу в следующем ролике. Ну, такая новость. На зло рацию к нам пришел Антон Сто. Очень рад его видеть. Привет тебе, Антоха. Ты молоток. Вот такой чувачел, а блин, честно. Очень много тем мы обсуждали вчера в рации. Антон нам вчера рассказал про пистолеты покрасочные. Там многие всякие возможности, нюансы. Про грунты очень много рассказал. Очень много знает мужик. Так что, приходите на рацию, общайтесь, пообщайтесь с Антоном. Антон никому не отказывает. Очень такой добродушный, правильный человек. Несмотря на то, что ему всего 26 лет, опыт у него громаднейший. Эй, даже честно скажу, никому не рассказывайте только, чтобы эти не слышали. Я тоже почерпнул кое-что. Так что никому. Ну, еще начнем утро с анекдота. Как всегда. Ну, на самом деле, такой коротенький анекдотик. Как бы, приходит мужичок к логофеду, да, говорит, Доктор, я плохо выговариваю букву Ч. Да, по-моему, вы ее замечательно говорите. Доктор, ничего в чем. Вот такой анекдот. Ну и... Тема дня! И сегодня мы будем замывать нашу тканцию. Замоем грунт. Я покажу, как замыть проявочный слой. Вот, как бы, если можно увидеть вот эти серебристые вкрапления, это и есть проявочный слой. И проявочный слой у нас попадает во все поры, во все трещинки, во все царапинки. Когда мы будем начинать замывать, вы очень хорошо будете видеть, где у вас недостатки. Толик, помощь. Пережка пока просто фары подмеряет, крылья еще не выровнены. Берем шкурочку, восьмисотую. Ну и... С водичкой начинаем тереть. Вот, как вы видите, да? Не нажимая сильно крестовыми движениями. Сейчас я вам сюда вот поближе покажу. Вот, допустим, начинаем вращать, да? Так, смойте. Вот, и как можно увидеть, вот если поближе посмотреть, да? Сейчас я попробую приблизить. Вот, видите поры? Как бы вот здесь у нас место уже такая залысина, более-менее чистая. А вот здесь вот поры. То есть, это значит, краска попала вот в эти поры. И нам нужно эту поверхность вытирать. То есть, убирать вот этот рисунок. Делать гладкий черный рисунок. То есть, потихонечку трем. Можно круговыми движениями, можно крестообразными. Как бы поверхность у нас уже выровнена, да? И то есть, если там есть какие-то мелкие неровности, то есть, они уберутся. То есть, плоскость тут уже практически выводить не надо. Хотя, ну, я думаю, правильнее, если делать махи по 20 сантиметров крестом. И потом уже в конце вот так вот делаем. Давай, Толик. Вот так вот махи делаете. Как бы по 20 сантиметров, да? Как я и говорил, крестом. И потом уже, когда вы вот так вот набили плоскость, вы видите, ага, у вас все ровно относительно идет. И потом уже можете немножко сгладить круговыми движениями. Вот так вот. Сейчас вот как раз у нас тут косячок появился. Я вам его покажу. Вот, как вы видите, у нас появился косячок. То бишь, это какая-то мусоринка. Так, ближе к ним. Это какая-то мусоринка. И мы ее начинаем убирать так же. Полей, Толя. Рука просто занята, поэтому я, Толика, прошу. Начинаем вот так вот растирать. Растираем не на одном месте, не вот так вот локально. Растираем по плоскости. Убираем вокруг этого косяка плоскость. Вот смотрите. И он потихонечку будет уходить. То есть вот так, круговыми движениями. Вот так. То есть не локально на этой точке, а вокруг. И вот так вот все убираем. Ничего страшного, что мы чуть-чуть дошли до шпаклевки. Шпаклевка уже напиталась. Тем более красить мы будем практически сразу. Вот. Как бы разровняли. Вот, как вы видите, мы замыли. Да, мы сделали ровную поверхность, глянцевую. Как бы чего мы и добивались. Вот часто задают вопросики. Вот такая пролысинка появилась. Это пролысинка. Я думаю, ничего страшного. Как бы я крашу на такие пролысинки. То бишь шпаклевка, она уже все равно свое как бы напитала, взяла, что ей надо. И промежуток покраски у нас небольшой будет. Мы как бы готовим уже сразу под покраску. Так что ничего страшного. Закрашивайте смело. Ну, а мы доверим дяде Толе на сегодня. Замывание машины дядя Толя у нас старается. Молочага. Пыхтит, как паровоз. Не слышу, я сам не слышу. Да, три-три, дядя Толя. То есть бережно и нежно поливая. Затирает потихонечку. Толя, крестовыми движениями. Молодец. Ну и продолжаем в том же духе. Как бы все, я вам показывать не буду. Как бы я снова сказал. То есть убираем вот до такой гладенькой поверхности. До равномерной, как бы черной гладенькой поверхности. Но это вы увидите. Как вы вот видите, да? Все ямочки, весь вот этот апельсинчик. Все у нас видно на проявочном слое. Чем он и хорош для новичков. Ну, на самом деле, как бы проявочный слой, как я его наношу краской. Это не единственный вариант. Как бы есть еще графитовая пудра. То есть она такая. Ну, основа это типа, как вот карандаш-грифель, да? Наносишь ее и так же затираешь, так же это видно. Ну, мне, лично мне, да? Это мое мнение. Она не нравится. Во-первых, то, что она грязная. Грязи и так тут хватает. В смысле, она не жирная. Грязная, в смысле, пачкаешься весь. Весь в грязи, как-то не знаю, что. Ну, в принципе-то выбрать свой вариант. То есть это ваше право. Сейчас на канале зелой рации много мастеров, которые могут и другие способы подсказать. Так что выходите на рацию и спрашивайте. Очень много можно отдельных советов подчеркнуть. Ну, вот Толя у нас зачистил. Примерно вот так вот должна у вас выглядеть поверхность. Как бы краешки размыты должны быть. Ну, я сейчас еще подмойю чуть-чуть. Так что Толик у нас молодец. Толя, возьми пирожок с полочки. Спасибо. Пожалуйста. Ну, и еще одна новость. Как бы со временем развития зло нашего канала, да? На нем появилось много людей. И как бы темы разные. Есть по кузачине темы. Есть темы по двигателям, да? Как бы, ну, вот так называется мой основной канал, да? Чтобы выйти на подканал. Так, неудобно. Находим. Вот здесь вот. Набираем поиск канала, да? Включаем. Ну, и набираем. Ну, так, набираем Олег Автодок и поиск. Вот он сейчас найдет канал. И вот, как вы видите, да? Олег Автодок. Еще не успел объявить. Уже там 10 человек. Вот. И нажимаем. То есть, ну, как я хозяин канала, он у меня сразу выскакивает. А у вас будет там добавить, добавляете его. То есть, уже у вас будет этот канал в запасе. Основной канал у нас вот так называется. Вот, как бы, в данный момент на канале 18 человек. Это на канале. Ну, и на данный момент вот 450 человек подписаны на канал Зелу Рации. Вот так выглядит канал Олег Нестеров Брест. Такую аватарочку вы там увидите. Так что, находите канал Олег Нестеров Брест. Будьте в центре событий. Не пропускайте новости. Скоро у нас будет конкурс. Это вы узнаете о конкурсе в следующем ролике. Ну, мы приступим дальше к работе. Ну, и как мы не старались, все равно немножко у нас есть порки. То есть, они незначительные, но все же есть. Как бы краски, они могут не укрыться. Да они не могут, а стопудово не укроются. Их только еще виднее будет. Поэтому я вот сейчас чуть-чуть развожу финишки. Финишка, она очень мелкозернистая. То есть, она заделает эти поры. Есть однокомпонентная финишка. То есть, как бы ей тоже удобно пользоваться. Но мы этой заделаем. И как бы вот такими движениями просто стягиваем. Как бы вот так вот. Они у нас сразу прорисовываются. Видно, где вы замазали их. Так, и вот тут у нас маленький сколик. То есть, все вот это подмазали. И подсушиваем. Как бы, ну, вот у нас подсохло. Теперь мы восьмисоточку сначала мочим. Смыли, чтобы песочка не было. Здесь тоже смываем. Как бы у нас уже чистый слой. Нам ни в коем случае нельзя, чтобы попал песочек. И начинаем потихонечку замывать. Так, сейчас я поближе сделаю. Вот. И потихонечку вытираем. Не прижимая шкурки. Как бы все оно само вытрется. То есть, это мы все сотрем. И у нас останется только в этих порах. Смотрите, чтобы не было песка под шкурочкой. Ну, вот, как бы, вот так все выглядит. Ну, и, как бы, лаком я буду вскрывать полностью весь элемент. То есть, эту поверхность, которая у нас уже выше грунта, я замою полностью шкурочкой. Две тысячи, чтобы лак у нас, как бы, лучше ложился. Ну, в принципе, там можно и тысячкой, да. Но я затру двухтысячной. Как бы вот тоже такими движениями, чтобы поверхность у нас была ровненькая, матовая. Вот, видите, уже, как бы, лак старый сходит. То есть, ровненькую матовую поверхность делаем. Чтобы у нас под лаком не было там каких-то переходов. Чтобы она равномерно матовая была. Ну, вот тут вот я, как бы, замыл двухтысячкой, да. Обратите внимание, как бы, чтобы у вас было все вот такое вот ровно матовое. Поверхность вся была, как бы, равномерно матовая, гладенькая. Без пролысин. Как бы, вот, если можно увидеть, мы не совсем аккуратно вот тут вот замыли еще. То есть, это я еще доровняю. То есть, вот такого не надо оставлять полностью, чтобы было все матовое. Ну, и обратите внимание на проемы. Проемы, как бы, я сейчас не буду красить. Но, как бы, я их заклею. Вернее, я их не буду заклеивать на двери. Только дверь обклею, да. И что-то сюда попадет. Поэтому, вот эту часть тоже нужно замыть. Чтобы, если сюда попадет краска, чтобы она попала не на глянец. Так как, внутрянку я буду красить завтра. Отдельно. Поэтому я, как бы, и замыл это все. Здесь 800-очка, здесь уже по 2000-ку. Ну, а потом мы поролончиком обклеим, и я покрашу уже внутрянку. Но это не сегодня. Ну, и сейчас столик пока у нас сушит это все. Ну, и естественно, после каждой такой операции, то есть, которой мы с водой занимаемся, да, нужно машину просушить. Просушиваем, продуваем все места, откуда вам может вода выйти. Если у вас нет обдувочного пистолета, советую вам купить. Стоит он недорого. Если нет обдувочного пистолета, можно сделать краскопульт в точку и краскопультом выгнать всю воду. Ну, это, может, я вам покажу, как выгоняется, посмотрите. Ну, вот, как бы, Толик просушивает все места, в которых может быть влага. Потом мы это, конечно, все еще обдуем водичкой. Водичкой. Этим воздухом. Воздухом, да. Так как вы, если оставите водичку в таких местах, она у вас потом может брызнуть на краску, и это будет очень обидно. Ну, как бы, вот так это будет выглядеть. И здесь крышечка у нас одевается. Тут сейчас Толик у нас обезжиривает внутряночку. То есть, чтобы в гараже не туситься нам сильно, он внутри все обезжирит. Мы проклеим внутри, вернее, внутри вот тут клеить не будем, но, чтобы уже двери закрыть и обклеивать снаружи все. То есть, все вот эти места, здесь мы обклеим вот такой штукой, чтобы у нас не попадало. Как бы, места мы замотовали, чтобы потом убрать, если будет, чуть-чуть на пол. И потом загоним машину. И потом уже, когда у нас будет все обезжирено внутри, мы загоняем в гараж, чтобы уже не открывать двери. Закроем двери и будем уже обклеивать так, чтобы у нас машина была обклеена под покраску. Ну, под покраску, на самом деле, я, наверное, не буду, как обклеивать, показывать. Каждый день обклеивать по-разному, как удобнее. Ну, так, общий принцип покажу, как заклеивать. Ну, смотрим дальше. Саунда! Видно, у нас тут небольшая паровая ванна, да? То есть, вот, как видите, я на эту печечку такую приспособил. Водой поливаю. Это позволяет напитаться воздуху окружающему влагой. И, мало того, что я стены помыл, как бы, я еще напитал, как бы, она во всех уголках напиталась. То есть, пыли у нас практически не будет. Как бы, для гаража это очень, я бы сказал, актуально. Ну, как видите, здесь мы вот тоже приклеили поролон. То есть, вот этот торец мы там полностью проклеили. Здесь поролончик, чтобы даже если попадет туда красочка, чтобы она легко сполировалась. Я решил показать, как вот обклеивать. Как вот видите, под пленкой, гранички мы обклеили, по которым будем клеить, да? Я почему решил показать, не потому что вас считаю глупым, потому что сам первый раз, когда, ну, это было лет 15 назад, резал ножницами. Как бы, если вы только начинаете красить, я вам не советую сразу с пленки полностью начинать. Сначала обклейте газетами, потому что с пленки подсыхает база. Если вы неправильно будете обдувать, не хотим углом, вы можете сдуть с пленки на краску. Так что лучше обклейте это место газетами, а потом за газетами уже можете пленочкой. Ну и, в принципе, вот мы обклеили, да? Теперь я беру, для чего я обклеил? Чтобы ножиком не порезать это место. И вот так вот ножичком чуть-чуть снимаю. Убираю ненужное. И уже заклеиваю. Ну, как-то так. Ну и самый ответственный момент. Валера, пришло твое время! Ну, я теперь серьезно, как бы. Сейчас мы наливаем красочку, именно той, которую будем красить. И регулируем пистолет именно под эту красочку. Ну и, несмотря на то, что мы машину обезжирили, да, на ней может остаться и пыль от тряпочки, и всякий ненужный мусор. Его мы смахиваем вот такой антистатик, называется, салфеточка. Она тоже продается там же, где продаются материалы. И убираем, на всякий случай, может быть, какая-то пыль. Всегда пользуйтесь средствами защиты. Неважно, в камере вы или в гараже красите. Средства защиты должны быть обязательно. Ну и первый слой наносим, освободив шланг, тонкими слоями. Сейчас я еще контрольные проверю, как я регулирую. Тонкими слоями закрашиваем место, которое нам нужно закрасить. Мы наносим первые слои. Сейчас я вам чуть-чуть поближе сделаю, чтобы вам как бы рассмотреть. Видите, вот эти вот белые места, да? Сначала по ним проходим, чтобы было легче забить цвет. Таким небольшим напойлом. Дальше проходим. Не стараемся забить его, чтобы он закрасился. Вот такой напыльчик дали, без фанатизма. Не забываем прокрашивать торцы. Вот эти торцы не забываем прокрашивать. Потом просто можете забыть. Вот здесь вот у нас граничка такая. Немножко гуляет цвет, да? То есть мы не красим полностью крыло. И то, что вот здесь вот чуть-чуть матовое, не пугайтесь. Не старайтесь забить в глянец. Такая поверхность как бы и нужна. Вот, как видите, да? Такая поверхность нам и требуется. Такой напыл лак уберет, он вскроет. То есть не надо пытаться вывести, чтобы у вас не было этой гранички. Она будет полюбасу. Ну и даем просохнуть слою 10-15 минут. То есть сейчас холодно, да? Вы можете по времени посмотреть, а краска может не подсохнуть. Вы ее рукой в таких местах, где даже если вы чуть-чуть подпортите, да? Можно по ткантикам попробуйте, высохла краска или нет. Только после этого еще раз проходим салфеточкой. Для чего мы проходим салфеточкой? Когда мы красим, да, металлик он легкий, он разлетается. И он разлетается как бы по всей машине. Остается на тех местах, где мы его не нанесли. И снова садится на окрашенную поверхность. Становится такими ворсинками. Его нужно убрать, чтобы блеск у вас был более яркий. Мы берем салфеточку и без фанатизма, нежными движениями, вот так вот в одну сторону стираем. Краска у вас должна быть высохшая. Вот тут вот пылиночка уже, видите, попала. На базе она не должна быть. Сейчас мы ее уберем. И вот как можно увидеть, остается. Ну и здесь еще не так сильно вы не успели напылить. То есть на салфеточке можно увидеть вот эту вот всю пыль. Ну и наносим второй слой. Второй слой уже более плотненько наносим. Ну и я взял вот такой лак, не знаю, первый раз им крашу. Вот такой. Видите, бешеная сумма, да? 203 тысячи. На белорусский стук. Акриловый грунт, не знаю. Какой-то вообще маркировка у него очень интересная. По-моему, ВХС, да? ХВС, что ли, что-то такое. Вообще что-то странное. Но попробуем. Попробуем, что за лак. Ну, говорят, типа ВХС. То есть подтеков на нем, наверное, не сделаешь. Ну, будем поглядеть, ёхарный баба. Дядя Олег уже повеселел к концу рабочего дня, да? Смотрю, и вам уже весело. Дело к концу. Вообще для этих вещей есть... Блин, Толя обрезал мало. Для этих вещей есть мирные стаканы продаются. Ну, дядя Олег поленился сегодня взять. Наливаем две части лака. Одну часть отвердителя. Ну, опять же, на глаз это всё. Не знаю. Ну, и размешиваем. Растворителя как бы я не добавляю. И так холодно. Есть вероятность, что потечёт. Ну, и заливаю в пистолет. Толик, принеси Валеру. Не забываем. Вязкость лака и краски разная. Так что пистолет под лак регулируем тоже. Ну, и как бы я начну сразу сверху. Сейчас респиратор и один. Чуть-чуть поближе вам сделаю. Тоже сначала лёгкий слой. И потом уже вторым слоем можно добавлять глянец. Между слоями 10, а то и 15 минут в такую погоду делайте перерыв. И, внимание, между слоями лака мы уже не протираем тряпочкой. Лак долго сохнет, не так быстро, как базы. И вы просто этой тряпочке всё размажете. Так что тряпочку после слоя лака уже не трогаем. То есть салфетку-антистатик. Да? Запомните. Ну, и со второго слоя лака уже уходим в глянец. То есть перекрываем до глянца. Если потребуется, то и третий слой лака ложим. Я ложу лака побольше. То есть сразу ложу пол слоя, потом уже целый такой слой хороший. И если мало пыли налетает, ну, её практически нету, тогда ложу третий полный слой, чтобы если на него что-то и сядет, пока она сохнет, то это сполировалось. То есть дало нам возможность вытереть лак. Ну, как вот вы видите, некоторые там боятся, да, этой печки. Мы красили при горящей печке. Ну, вот как видите, что у нас получилось. Немножко вот пыльца легла, но эта пыльца у нас уйдёт под полировочку. Небольшой апельсинчик, он тоже сгладится. Вот такая вот у нас получилась красота. Ну, и хочу напоследок рассказать анекдот. Ну, анекдот будет чуть длинный. Лев издал закон в лесу не курить. Винни-Пух идёт, курит. Балдеть. Лев подходит. Ты чё, Винни, совсем оборзил, что ли? Что, Лёва? Ну, я же сказал не курить. Ещё раз увижу, короче, посажу тебя на 10 лет. Проходит время. Винни-Пух огляделся. Никого. Достает цебарку. Кто-ка закурил, Лев сзади? Ну, всё, короче, ты доигрался. Посадил его. Проходит время, короче, 5 лет, да. Отчалился, короче, Винни-Пух. Идёт по лесу. Достает цебарку опять. Думает, блин, Лёва сейчас увидит, находит самую-самую высокую ёлку. Залез туда, качается, так, знаешь, и курит. Тут такой пятачок, блин, на шарике. Летит. О, Винни, привет! Не пух. Ну, привет, а ты кто? Говорит, Винни, ты чё? Я же твой самый лучший кореш пятачок. Сегодня пятачок. Завтра стукачок. Вот такой анекдотик. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Может быть, ещё покажу на следующем ролике, как мы делаем внутряночку. Ну, и всем добра и бабла! До новых встреч! Здоровья всем вам, вашим детям, вашим близким, вашим семьям. Удачи всем!